Всем привет! Это снова мы, если помню, что в прошлом выпуске мы задавали тебе вопрос Какие три спортивных снаряда развивают самую быструю в мире скорость? И вот он, правильный ответ Подвинтонный валан, пуля стендовой стрельбы и мысль шахматиста Поздравляем нашего победителя и ждем его звонка по телефону 293-9366 Ну вот наш ролик вроде бы только начался, а я уже жду его завершения Все потому, что в конце нас обещали бесплатно накормить Ну а пока мы все этого ждем, мы расскажем тебе, кто будет кушать и что будет кушать во время универсиады Ну как можно переоценить тему еды? Вот чем еще, скажите, заниматься спортсмену, который в первый же день вылетел из соревнований, а самолет только через неделю? Разумеется, превращаться в туриста и знакомиться с достопримечательностями и местной кухней Самая основная, самая большая группа, которую мы будем кормить в рамках универсиады, это, конечно же, спортсмены Спортсмены у нас будут питаться на территории главного ресторана, который расположен в деревне универсиады Его посадка 3,5 тысячи посадочных мест, 12 600 квадратных метров занимает его площадь И пиковая нагрузка в течение дня предполагается 11 160 спортсменов Судьи, представители СМИ, представители телерадиовещания, представители семьи ФИСУ и все прочие Они, во-первых, едят, конечно, по месту размещения, там, где они проживают, это завтрак, ужин И на спортивных объектах для них предоставляются такие сервисы, как чайные столы и кофебрейки Волонтеров у нас предполагается порядка 20 тысяч Для них организовано также несколько типов питания Основное это ланчбоксы, саморазогревающиеся ланчбоксы компании Concorde Это уникальная система, которая позволит волонтерам питаться в любом месте, в любое время горячим обедом И также это компания McDonald's, которая также предоставляет нам питание для волонтеров Общее число людей, приезжающих на универсиаду и вообще задействованных, здесь и гости, и туристы, и участники универсиады, здесь порядка 100 тысяч человек Хоть нам и предстоит каждый день кормить количество людей, сравнимое с населением небольшой европейской страны, организаторы уверены, что справятся А чтобы уверенность была закреплена на практике, 22 июня состоится генеральная репетиция работы данного сервиса 22 числа у нас запланирована симуляция полностью всей работы главного ресторана То есть мы прорабатываем и завтрак, и обед, и ужин для такого количества спортсменов, которые мы реально ожидаем на игры Главный ресторан деревни универсиады у нас обслуживает компанию Food Service, которая является дочерней компанией Бехетле То есть все сотрудники, которые будут принимать участие в производстве самих продуктов питания Это штатный персонал Бехетле и те сотрудники, которые сама компания непосредственно набирала Как я уже говорила, помимо аккредитованного персонала, также будет и какое-то огромное количество зрительных объектов Которые также будут предусмотрены торговые палатки Ну что, нас обещали накормить, нас не накормили Но мы не расстроились, пошли на базар, купили себе черешню и объявляем новый конкурс Отгадай, сколько черешен мы сточим с нашим оператором за полминуты и получив приз от ЮниТВ Ну что, ты готов? Готов, конечно И еще Если победитель в наших конкурсах по традиции бывает только один, то сегодня их будет двое Первый, это тот, кто угадает, какое количество черешни мы сточили за полминуты Ну а второй, это наш оператор, который навкушал черешни на халяву Разговаривал с тобой Чупин Алексей, снимал Булат Фаизов До новых видео, пока! Спорт – это всегда борьба За время, за место, за победу А когда ты выходишь в зал и видишь болельщиков Переполняет гордость от того, что в тебя верят Ты готов на все, чтобы оправдать надежду С вашей поддержкой мы способны на большее Приходи и стань частью мирового события